Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на 9-й кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Ответственность за здоровье граждан – это новое положение в Конституции Российской Федерации. И не случайно 2021 год в Еврейской Автономной Области объявлен Годом Здоровья. Запрос гражданского общества на справедливость – это запрос на здоровье и качество жизни россиян. И вместе с вами мы обязательно эту задачу выполним. Смотрите в выпуске. Все силы на борьбу с осадками в Биробиджане коммунальщики продолжают устранять последствия снегопада. Веселье и просвещение – часть их работы. День работника культуры отметили в Биробиджанском театре кукол «Кудесник». Будет ли весна теплой? Специалисты Гидромедцентра России рассказали о погоде в дальневосточных регионах. Уборкой снега, который накрыл Биробиджан в минувшее воскресенье, продолжают заниматься городские коммунальные службы. В первую очередь, для того, чтобы обеспечить свободный и безопасный проезд транспорта, специалисты принялись и за расчистку автомобильных дорог. Затем будут убраны тротуары и прилегающие территории. Работа сегодня организована. Мы проехали, мы видим людей, дворников и разнорабочих, в том числе и специализированную технику, которая работает по основным и главным улицам города. Также в 2021 году в Биробиджане продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», для удачного завершения которого необходимо наладить совместную работу коммунальных и дорожных служб. Как в частности, к примеру, улица Горького, которая в этом году также включена в план ремонта, но при этом уже проговорили, чтобы наши коммунальщики сперва поменяли участок сети, а потом уже мы в рамках национального проекта обеспечили ее восстановление и забыли на ближайшие, скажем так, десятилетия вопрос, связанных с ремонтом коммуникаций. Немаловажным остается и вопрос с санитарной подрезкой кустов и деревьев, расположенных вдоль автомобильных дорог и тротуаров. Уход за ними значительно повышает безопасность дорожного движения, не перекрывая обзор автомобилистам. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21. С профессиональным праздником поздравили работников культуры областного центра в театре «Кукол-Кудесник». Наград за высокие достижения в своей области и добросовестный труд удостойны десятки человек, сотрудники учреждений и участники творческих коллективов. Кстати, некоторые из них даже в этот день работали на сцене и за кулисами. От имени губернатора ЕО Ростислава Гольштейна, виновников торжества, поблагодарили за их труд и неустанный поиск в творчестве. Эти люди несут добро, счастье всему нашему народу. От всей души желаю вам творческих успехов, успехов в труде, чтобы ваша энергия превращала и улучшала наше будущее. Благодарности и благодарственные письма, медали и даже награды от мэра китайского города Хэган за участие в международном фестивале. Все это вручили почетные гости из правительства автономии и мэрии Биробиджана. Особые и уже традиционные подарки – творческие номера от коллег и учеников. Мэр Биробиджана Александр Головатый признался, многое, что делается для города – заслуга работников культуры. В короткие сроки мы реализовали целый ряд мероприятий, благоустроили и обустроили две новых модельные библиотеки. Мы в прошлом году победили во всероссийском конкурсе и получили большой грант на проведение ремонта нашего главного культурного и спортивного центра территории города, общественного пространства – это наш парк культуры и отдыха. Уже второй год работники культуры трудятся в особом режиме. Концерты и смотры конкурса снимаются на видео, а принять читателей в библиотеки могут только с ограничениями. Но временные сложности только добавляют креатива. Представители культуры ЕО не собираются сдавать свои позиции. Их по-прежнему ждут и любят зрителей. Эта сфера по праву остается визитной карточкой города и области. Алена Шот, Денис Листюхин, Новости 21. Ветреная и холодная погода вскоре сменится настоящим весенним теплом. По данным Гидрометеоцентра России, температура в регионах Сибири и Дальнего Востока будет превышать норму на 8-10 градусов. Пик аномального потепления придется на юг за Байкалью, Амурской области и Хабаровска. Еврейскую автономную область также не обошло стороной раннее весеннее потепление. Уже во второй декаде марта температура превышала норму на 3-5 градусов. На самом деле в большинстве наших районов, начиная еще со второй декады марта, установилась относительно теплая погода. То есть среднесуточные температуры воздуха превышали климатическую норму на 3-5 градусов, а в отдельные дни даже повышались на 10-13 градусов. Это связано с газональным переносом воздушной массы. И по прогнозу до конца марта повышенный температурный фон на территории области сохранится. Весна по-настоящему вступает в свои права. А пока жители региона ждут солнечной погоды и тепла, самое время приготовить легкие весенние куртки и плащи. Юлия Долгополова, Денис Листюхин, Новости 21. Смотрите далее. Вся красота и польза Камчатки в Омега-3 из настоящего дикого лосося от Имладского рыбокомбината. Корма, лакомства и лежанки для хвостатых и пернатых в сети зоомагазинов «Золотая рыбка». Здесь вы не только сможете приобрести все необходимое для своего любимца, но и найдете ему друга. «Золотая рыбка» с заботой о ваших питомцах. Вкусный и полезный подарок для прекрасных дам. Фруктовая корзинка от магазина «Зеленая лавка». Подарок, который красноречивее любых слов. Сладкие плоды, сочные ягоды. Она не останется равнодушной. «Зеленая лавка», улица Димитра, 18. Нужна прихожая? Магазин «Купи для дома» на Пионерской, 66. Красота бывает разной. Приходите, у нас вы точно загорите. Солярий в салоне красоты «Дуэт» на Чапаева, 8. Идеальный профессиональный загар и все необходимое к нему. Будь неповторимой. «Дуэт». Записывайся, 6-09-32. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Оформи заявку на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8 800 777 37 37. Все лето махать лопатой и граблями на даче или пойти в стройку. Взять современные электроинструменты и оборудование. С легкостью выполнить всю работу. Забыть про мозоли и усталость. И сэкономить время и деньги. Магазин «Стройка». Выбор за тобой. Оградить себя и своих близких поможет магазин «Норд». Широкий выбор любых дезинфицирующих средств. Моющие средства для профилактики и дезинфекции. Салфетки, мыло. Проверено. Сертифицировано. «Норд». Шалом Орехима 44. Нужна спальня? Магазин «Купи для дома» на Пионерской 66. Открытие нового магазина «Комфорт» в торговом центре «Бера-Сити». «Комфорт» – это полный перечень товаров для дома, а еще канцелярские принадлежности и все по комфортным ценам. «Комфорт» – торговый центр «Бера-Сити». Нужна гостиная? Магазин «Купи для дома» на Пионерской 66. Если нужен костюм, вам в «Алекс». Есть хорошие магазины, есть очень хорошие, а есть «Алекс». На «Шалом Орехима 13». Урожай круглый год. Заказывайте теплицы на «Школьной 11». Крепкие, надежные, проверенные временем и непогодой. Любых размеров. Звони и заказывай. 222-89 и 8-914-815-96-78. Вас разделяют расстояния. И вот уж не хватает слов. Отправьте тихое признание на чутких лепестках цветов. Цветочный салон «Вероника». Доставка букетов по России и за рубеж. Телефон 75105. Так, сейчас прямо, потом налево. Отвлекаешься за рулем? Вот, посмотрите. Вот сюда? Считай, что тебя нет. Переключи внимание на дорогу. Заседание регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования состоялось в областном исполкоме «Единой России». Для обеспечения полной легитимности и открытости голосования в этом году в состав вошли представители разных общественных организаций. В оргкомитет в этом году вошли и представители общественности, и волонтёры, и представители общероссийского народного фронта. Это не только представители политической партии «Единая Россия», но и активная общественность. На заседании рассматривали семь вопросов. В итоге были приняты основные документы, связанные с работой оргкомитета и необходимые для участников. На собрание определили и порядок присутствия представителей СМИ. Для того, чтобы стать участником, необходимо подать определенный перечень документов по адресу «Театральная 4» и подачей заявления подтвердить свое желание участвовать в «Праймерис». «Праймерис» – это полноценная избирательная кампания, в рамках которой именно люди сами определяют, кто станет кандидатом от партии «Единая Россия». Подать документы на кандидата «Праймерис» можно в будние дни с 10 до 19 часов. Перерыв с часу дня до 2 по адресу город Биробиджан, переулок «Театральный», дом 4, партия «Единая Россия». Дарья Куприна, Денис Листюхин, Новости 21. Оригинальный праздник «День щенка», который с 2006 года отмечают собаководы всего мира, отметили сегодня и на Авторадио. Суть праздника – содействовать усыновлению щенков из приютов для бездомных псов. Как показывает опыт гостя студии Андрея Бертрама, владельцы сети зоомагазинов «Золотая рыбка», собаки, взятые в дом из приюта, прекрасно осознают свою судьбу и неимоверно благодарны хозяину за избавление от горькой участи. И что интересно, зачастую беспородные двор-терьеры в этом плане оказываются даже благороднее элитных и породистых псов. Или ты можешь взять дворняжку из приюта, которая будет тебе до конца жизни предана и осчастливить тебя многими-многими часами радости и просто удовольствия от того, что вот оно у тебя твое пушистое счастье, которое ты, в принципе, спас, можно сказать, от смерти или от обреченного существования на улице в голоде и холоде. Гостя студии собаки окружались с детства. Есть у него четвероногий приятель и сегодня. Поэтому Андрей Бертрам на экспертном уровне понимает нужды, чаяния и интересы собаководов. Все, что представлено в ассортименте его зоомагазинов и интернет-магазине «Золотая рыбка», прошло через его руки. Я привожу то, чем с удовольствием пользовался бы сам. То есть товар, который приятно держать в руки, который, если там нет, это тарелка, лежанка какая-то, что это не просто курточка, свернутая в углу, на которой собака спит. Этот товар еще и удобно обслуживает, он хорошо вписывается в интерьер, он очень прочный. С этой точки зрения подходим к подбору товаров. Недавним открытием и новинками в ассортименте стали инновационные игрушки-лакомства, произведенные компанией PetStage. Эти изделия в виде косточки или деревянной палочки, которые можно увлеченно грызть и довольно долго играть, могли бы стать подходящим подарком для питомца в международный тадень щенка. Съесть его практически невозможно. Это игрушки компании PetStage, они разработаны ведущими специалистами и отвечают всем требованиям безопасности. И самое важное, они вызывают очень высокий интерес у животных. Ну и плюс еще доказано, что 40 минут вот таких, скажем так, интеллектуальных игр для собаки, когда собака что-то пытается достать, вытянуть и так далее, заменяет полтора часа активных прогулок. Все это тоже нужно понимать, потому что не у каждого есть возможность гулять 2-3 часа с собакой в день. Проявляя позитивный интерес к игрушке, пес забывает о своих коварных намерениях причинить урон мебели, обуви и не скучает, пока хозяин на работе. Игрушки PetStage, предназначенные для безопасных угрызений, доступны в зоомагазинах «Золотая рыбка». А полная запись эфира с Андреем Бертрамом доступна на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин. Новости 21. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин. Субтитры создавал DimaTorzok Торговый дом «Золотая Русь» объявляет долгожданную акцию. При покупке любого украшения второе вы получаете бесплатно. Два украшения по цене одного. Торговый дом «Золотая Русь». Приглашаем исполнителей от 10 до 17 лет стать участником и получить возможность побывать в Москве. Уникальный проект «Хава Нагила со звездой». Победитель конкурса фонда президентских грантов. Песни участников запишут в студии, снимут клипы и покажут на первом общедоступном телеканале «Автономии». Победитель запишет совместную песню с Аллой Рид в Москве. Все подробности на сайте riabir.ru Дорогие друзья, душа языка идиш в его культуре, в его песнях. И у нас с вами есть уникальная возможность принять участие в прекрасном проекте «Хава Нагила со звездой». Не упустите свой шанс, присылайте заявки, пойте, а я спаю вместе с вами. С приходом весны на улице становится теплее, но погода бывает обманчива. Поэтому не стоит забывать о своем иммунитете и кушать как можно больше витаминов. О том, где их найти, расскажет президент Федерации спортивной хореографии России, королева России, мама двоих детей Анастасия Степанова. Здравствуйте, друзья. Закончилась зима и с приходом весны наша иммунная система понижается, а это риск простудным заболеваниям. Я, как мама и фитнес-тренинг, забочусь о своей семье и своих детях. Поэтому я стараюсь получать витамины из продуктов своего питания. Поговорим о фруктах. Цитрусовые, мандарины, апельсины, лимоны – это фрукты, которые богаты витамином С и клетчаткой, которая способствует лучшему пищеварению. Яблоки богаты железом, а также способствуют улучшению работоспособности сердца и сосудов. Груши богаты витаминами и микроэлементами, а также это отличный перекус. Капуста – это отличный жиросжигатель. Брокколи. В состав входит глюкозинолаты, что способствует стрессоустойчивости, а также предотвращает раковые заболевания. Орехи богаты своими микроэлементами и улучшают умственную работоспособность, что немаловажно. Свекла обладает свойствами очищения печени и крови. Тыква богата витаминами и микроэлементами, витамин А, В12, а также бета-какаротин, который улучшает и нормализует сахар в крови. Перечисленные продукты – это способ улучшения своего здоровья, а также порадовать своих детей изысканием восточных сладостей. И все это по приятным ценам можно найти в супермаркете «Зеленая лапка». Передвижная механизированная колонна «Биробиджан Ботстрой». Ведущая компания в области миллиардативных и дорожно-строительных работ. Биробиджан Ботстрой предлагает песок, песчано-гравийную смесь, отсев дробления, скальный грунт и скальный щепень, который доступен в любых объемах. Все это особенно актуально весной с началом строительных и ремонтных работ на приусадебных и дачных участках. БМК «Биробиджан Ботстрой». Город Биробиджан. Улица Советская, 139. Звоните по телефону 75 8 88. Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Магазин для деток любого возраста. «Остров детства» – это огромный ассортимент одежды, обуви и аксессуаров как для малышей, так и подростков. Наряды для любого случая и на любой размер. Яркие платья для юных принцесс. Стильные костюмы для будущих мужчин. Повседневная одежда, меховые жилетки, куртки и многое другое. В наличии ассортимент игрушек из качественных материалов российского производства. Обувь для малышей и подростков, футболки и толстовки со стильным принтом. И это далеко не все. Широкий товарный ряд, размеры на любого ребенка, низкие цены. «Остров детства» – торговый центр «Арбат», третий этаж. Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Самые теплые и незабываемые эмоции от торжества вам подарит свадебный салон «Радуга желаний». Мы остановились на компании «Радуга желаний». Компания с прекрасной репутацией, очень хорошие отзывы, профессиональное мастерство по организации свадьбы под ключ и хорошее, позитивное настроение от ведущих, от диджея. Погрузитесь в свадебную сказку, созданную салоном «Радуга желаний». «Шалом Алейхима 83». Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Мешают посторонние взгляды. Решение есть. Академия интерьера – официальный представитель торговой марки «Форум». Редактор субтитров А.Семкин Академия интерьера. Ваши окна в полной комплектации. Улица Димитрова, 3. Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Держать свое лицо и тело в тонусе поможет студия «Фейсфитнес». «Фейсфитнес» – уникальный комплекс упражнений для лица, для гармонизации и восстановления баланса лицевых мышц. За счет движения мышц активизируется работа лимфатической системы, что приводит к снижению отечности и одутловатости на лице. В студии «Фейсфитнес» вам обеспечен профессиональный уход за лицом от опытного специалиста. Процедура по уходу за лицом направлена на восстановление гидролипидной мантии, повышение иммунитета кожи. Первый шаг эффективного ухода за кожей – тщательное очищение, которое убирает грязь и остатки макияжа, подготавливая кожу к уходу. В своей практике использую мягкие техники по французской методике. Работаю со взрослыми детьми, дети от трех лет. При себе желательно всегда иметь рентгенографию той области, которая беспокоит, желательно с заключением рентгенолога. После этого я смотрю сам снимки и уже выставляю тактику лечения. Субтитры создавал DimaTorzok